Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я София, а это мой брат Эйван. Привет, ребята, подписывайтесь скорее на наш канал, чтобы нас быстрее стало 2 миллиона. А это моя типа жена Миша. Что это типа-то? Миша, лайк. Поставь нам, пожалуйста, лайк вот там внизу. Ай-яй-яй-яй-яй, покемон Юмичу. Делаю, что хочу. А моя подружинца, наша киса Алиса, опять куда-то поперлась. Вечно она где-то шляется. Интересно, каким бы из котов-воителей я могла быть? Кем бы из котов-воителей меня назвали наши подписчики? Кстати, Эйван, ты же не сказал, на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмили вышло новое и очень крутое видео. Обязательно сходи его и посмотри. Нам с Анюткой очень нужна твоя поддержка. Тем более, ты такого точно не видел. Да, такого точно ребята еще не видели. И на Анином канале Анимэджик вышел новый влог из ее поездки в Шотландию с девчонками. Потом сходи и посмотри. Ссылки вот там вот внизу. Вот там вот внизу? Обязательно, если ты наш друган. Осенью нам очень нужна поддержка. Осень, это грустно. И очень сложно не унывать. Это точно. Ага, кстати, с той распаковки, которую мы снимали с Аней, у нас собралась новая. Целая гигантская куча слаймов, флизунов и антистрессов. Из которых мы хотим продолжить наши гигантские слаймы, которые мы начали. Но до этого нам еще нужно доуничтожать наши антистрессы. Да, поэтому мы дождемся вечера. Когда Аня закончит эти всякие свои дела. И закончим нашу космическую кухню. А вдруг ребята не смотрели прошлый ролик и не знают о чем мы? Короче. В прошлый раз мы уничтожали антистрессы, но не просто так, а решили сделать космический антистресс ресторан для инопланетян. У нас уже несколько блюд. Сквиши-фрукты, коктейль, мороженое, синие пельмешки с зеленым майонезом и рыба с икрой и горошком. Так, скоро случится закат, отличненько. Надо хорошенько наточить свои когти и лезвия перед ночной охотой. Фух, я пришла, ребят. Только закончила монтировать ролики на наши другие каналы. Давайте уже закончим вашу эту странную идею. Ничего она не странная. Очень даже прикольная идея. Ага, антистресс ресторан для инопланетян. Очень прикольная идея. Короче, не знаю, что это было, но оно явно засохло. Вы хотели уничтожать антистрессы? Но что вы мне тут подсунули? Это тоже явно испорченное. Юми, нельзя это лизать. А кажется, я знаю, какое блюдо мы можем из этого сделать. Если честно, это похоже на... А я знаю, это похоже на как... Нет, Юмичу, нет, ты не будешь этого говорить. Я запрещаю произносить тебе это слово на этом канале. Так, это тоже какая-то испорченная плюшка. Не знаю, что вы с этим собрались делать. Так, а в этой баночке что? Еще один какой-нибудь засохший лизун? Нет, это вообще кинетический песок. Аня, хватит ныть, мы знаем, что делаем. Это вообще наша идея. Да уж, еда для инопланетян очень весело. Аня, делай то, что мы говорим. Да, это пока отложи и возьми ММДЭМС. Окей, ладно. И что тут у нас? Это что за существа такие? Это сквишики. Панда и какой-то чудик. По-моему, это ежик. Да уж, они такие маленькие и смешные. Но разве это сквиши? Это одна из их разновидностей. Ох, и что мне с ними делать? Они будут нашим космомармеладом. Далежь их на кусочки в наше мороженое. Никогда не думала, что у вас такая извращенная фантазия, ребята. Хотя такие сквиши в разрезанном виде действительно смахивают на мармелад. Даже скушать хочется. Вот видишь, а ты говоришь извращенная фантазия. Но это не меняет того, что ваша идея очень странная. Вот, готово. Ань, по-моему, тебе надо немного успокоиться. Вот, по мне антистресс песочек. Это мне-то надо успокоиться? Блин, да. Да, это очень кайфово, конечно. Обожаю кинетический песок. Он такой прикольный. Мы украсим им нашу рыбеху. Пусть это будет рыбное блюдо не только с горошком, но и с пюрешкой. Как-то это не смахивает на пюрешку, особенно по цвету. Ну, это же инопланетная пюрешка. Ясно. Слушай, ань, у нас вот к тебе вопрос. Какой? А люди едят медведей. А, медведей? Не знаю. Ну, есть же такое мясо типа медвежатина? А, я Миша, Миша лайк. Нет, Миша, мы не про тебя говорим медвежатина. А, ну ладно. Ну, вроде бы да, есть. Крутяк, теперь мы будем готовить медвежатина. Даже если люди не едят медвежатиной, на планете они могут есть медведей. Господи, как же все это странно звучит. Вы про вот этого антистресс-мишку? Да, и нам придется его разрезать. Может быть, мы придумаем какое-нибудь другое блюдо, кроме как медвежатина. И какие идеи? А может быть, это будет шоколадный мишка? Так же бывает, а чняк. Фу, ну как-то полегче звучит, если честно. Кстати, я не совсем понимаю, что в этом антистрессе. Такое ощущение, что какой-то порошок. Мне кажется, мы когда-то давно уничтожали подобный антистресс. По-моему, это был хомяк. И вы помните, что у него внутри? Потому что этот мишка очень прикольный на ощупь. Причем, в отличие от многих антистрессов, он такой тверденький, прям плотненький. Когда его вот так сжимаешь, у него видно, что в животе что-то есть. Выглядит я сейчас, но как-то стремновато. Ну, да. Ань, давай уже его разрежем, а? Ладно, как скажете, буду поаккуратнее пополам, а то жалко. Ой-ой-ой. Из него кишки посыпались. Это не кишки, Юмичу. Смотрите, это и правда какой-то белый порошок. Маленькие белоснежные шарики, похожие на соль или сахар. И это явно не пенопласт. Короче, не знаю, что такое, но вот сколько из него высыпалось в миску. Короче, это типа шоколадный медведь. Шоколадный медведь с сахарной посыпкой. Для инопланетян. Да уж, окей. Ресторанчик-то ваш заполняется. Ага, но нам надо разобраться еще с вот этими штуками. До того, как мы начнем готовить наше самое экзотическое блюдо. И что мне с этим нужно сделать? Ты его давай открывай поскорее и слепи из этой желтой штуки нам банан. Почему вы всегда заставляете меня лепить, если я не умею лепить? Я все время вам говорю, что я не умею лепить. Сначала, наверное, надо скатать из этого шарик, а потом уже овальчик, а из него сделать бананчик. А если ты не умеешь лепить, сходи на канал Видеолепки. Он нам часто пишет комментарии, и его несложно найти. У него очень много подписчиков. И может быть, она научится лепить. Ладно, вот что у меня получилось. Ну, ладно, более-менее. Клади наш бананчик остальным фруктом. Так, теперь давай откроем остальные пакетики. Да, раз уж вы меня так много заставляете лепить, пожалуй, и правда нужно взять мастер-класс у Видеолепки. А вот эта штука, по-моему, уже засохла. Значит, откладывай его к нашим какао. Софи, ну ты-то куда? Ты же не Юмичу, ну... Э, я имела в виду, ну, к тем испорченным. Ты же взрослая девочка, не повторяй за покемоном, а? Кстати, твой любимый розовый цвет. По-моему, эта штучка тоже немножко засохла. Ань, хватит отлынивать от работы, а? Попробуй хотя бы шарик скатать. Я-то отлыниваю, я вам все время помогаю. Ладно, шарик скатать получилось. Вот видите, я вечно жалуюсь. А вот этот оранжевый точно засох. Скатай хотя бы шарик, ты ленивый рукожок. Что? Да я вам сейчас докажу, что оно засохло, и никакого шарика из него не слепишь. Ладно, получилось. Вот видишь, Аня. Окей, у нас есть два шарика, и там еще был один пакетик, но в нем, по-моему, розовый лизунчик, а не вот этот вот пластик или пластилин, как вы там это называете. Все равно скатай из него шарик, и эти три шарика у нас тоже будут десертом. Инопланетной мороженкой. Еще одно мороженое. Ладно, положу их в эту миску. Отличненько, погнали-ка дальше. Мы уже приготовили тебе доску и нож. Зачем мне доска и нож? Чтобы нарезать нам инопланетный интересный салат. Салат? Ну да, какой ресторан без салата, Ань? Ладно, но у меня почему-то такое предчувствие, что их будет очень сложно нарезать ножом. Давай-давай, работай. Чувствую себя шеф-поваром в сумасшедшем доме. Смотри, как хорошо режется. Помельче, помельче режь. А почему в сумасшедшем доме? Потому что только в сумасшедшем доме люди могут нарезать антистрессы, как колбасу для оливье. Точно, это будет космическое оливье. И винегрет. Интересно, а что бы выбрали из салатов наши ребята, оливье или винегрет? Блин, этот пластик или пластилин, как там его, резался намного проще. А вот эти засохшие лизуны вообще ножом не разрежешь? Ань, опять халявишь, а? Можно я их попробую ножницами кромсать, а? Так будет быстрее для нас всех, ребят. Они реально не режутся ножом. Ань, вообще-то это ресторан, попытайся еще раз. Но, ребят, я серьезно, я не прикалываюсь. Это очень тяжело нарезать ножом засохшие до такой степени жвачки для рук. Ладно, разрешаем. Ой, ну спасибо. Реально, пупсики, ножницами будет намного проще. Петя на нас пупсиками называет. Или пушистиками, или мелкими. А разве вы не малыши пушистики и пупсики? Все, готов ваш этот винегрет. А еще он весь слипся, по-моему. Смотрите, его можно в одно единое целое сложить. Даже майонез никакой космический не понадобился. Ух ты, это даже прикольнее. Мне кажется, мы выдумали новый вид антистресса. Ага, антистресс-салат называется. Кстати, ребята, насчет майонеза. По-моему, с нашим зеленым майонезом и синими пельмешками что-то не так. Ань? Ну, они растеклись. Логично, эта жвачка для рук, а не пластик. Значит, нужно использовать их для нашего экзотического блюда. Какого еще экзотического блюда? Что вы там еще придумали? Ну, какие бывают экзотические блюда в ресторанах? Короче, Ань, просто возьми этот соус с пельменями. Пельменями, а не пельменями. И положи его в тарелку. Не лежи, Юмичу, антистрессы. Сколько можно говорить? А то я вообще вам не буду помогать антистресситься. Эх, бедный сопелька Джон. Аня, это не сопелька Джон. Это наш инопланетный майонез. Ладно, ладно. А теперь возьми вот это все. А это что еще за куча всего? Это жратва для нашего экзотического блюда. Кажется, я уже начинаю понимать этот ужас. Это лягушка-липучка. Куда она улетела? Ха-ха, Юмичу, она у меня в руке. Как так происходит? Как это? Она прилипает и улетает. Вообще-то это делаю я. Как? Это магия, Юмичу. Я не понимаю, как это происходит. У нее есть липучий хвост, в который ты вставляешь палец и потом кидаешь ее, а она прилипает. Короче, Ань, оставьте ее уже в покое и положи на тарелку. Это будет самое кошмарное блюдо, которое я видела в своей жизни. А вот это ты зря. Ань, между прочим, во Франции едят лягушек. Они едят не лягушек, а лягушачьи лапки. Интересно, кто-нибудь из наших зрителей когда-нибудь пробовал лягушачьи лапки? А это что еще за желтая сопля, которая никак не достается из пакета, а? Это змея. Причем не просто змея, а настоящая липкая кобра. Ничего себе она тянется. Вот сейчас ее прилеплю сюда и смотрите, насколько она может растянуться. Это же капец. Она превращается практически в тонкую ниточку. Вроде бы она такая короткая, но она может быть такой длинной. Я просто в шоке. Ань, хватит, а? Ты иногда ведешь себя совсем как ребенок. Ну просто, ой, просто я удивляюсь, как такой короткий червяк может стать таким длинным. Смотрите, ребят. Она еще же может прилипать к поверхностям. Жалко, киска Алиска ушла гулять. Она такие гадости любит. Ань, успокойся и положи уже нашу змею на тарелку, а? Ладно, ладно. Между прочим, я знаю страны, в которых змей едят. И змей делают разные блюда. В основном это азиатские страны. Но мы же не азиаты. Ань, при чем здесь мы? Вообще-то это инопланетный ресторан. То есть, по-вашему, инопланетяне едят змей и лягушек? А вот эта лягушка не совсем такая как-то... Это не лягушка, это жабища. Смотрите, как она растягивается. Она практически прозрачная, становится ничего себе и даже не рвется. И она тоже, между прочим, прилипучка. Только у нее немножко все по-другому. Ее за лапки вот так вот можно брать и растягивать. Смешно. Ань, а ты сама-то когда-нибудь ела лягушек или жаб? Ага, в голодные времена хожу в лес, ловлю лягушек, жабы, жарю их и потом ем. Ни о чем серьезном спросить нельзя. Ну, как ребенок, а? Нарежьте ее. Софиш, извини, не обижайся на меня, пожалуйста. Но если уж совсем честно, то я, правда, один раз в жизни пробовала лягушачьи лапки. И это было в такой стране, которая называется Сингапур. Они были жареные и на самом деле были похожи на курицу. Если бы я не знала, что это лягушка, я бы даже не определила. Ну-ка, дай-ка я тогда попробую эту сопельку. Юмичу, ну это же не настоящее лягушачье мясо, это же антистресс. И жабу я пробовала тоже, только не совсем жабу, а суп из жабы. Это было в Таиланде, он был похож на какое-то болото, это было так противно. Я не смогла даже одну ложку съесть. А это что у нас тут такое за рыбешка? Это не рыбешка, это дельфинчик-липучка. Помнишь, фонстер-липучка, у нас такой же был, только красный. Ага, помню. А вот дельфине мясо, я даже такое вообще не представляю. И, по-моему, есть страна, в которой едят дельфинов. И против этой страны другие страны очень борются. Потому что считается, это очень жестоко есть дельфинов. Ну все, ваше это дурацкое блюдо готово. Апереверни его. Еда, которая не отваливается от тарелки. Потому что она слишком липкая. Надеюсь, это последнее блюдо. Надо еще добавить слишком напитки. Фух, меня сейчас тошнит, это хотя бы не так мерзко. У вас здесь есть два напитка, это кофе и кофе. Только, видимо, кофе со сливками. А помнишь, клубника, когда мы разрезали ее, внутри была красная, а пипельсин белый? Не пипельсин, а апельсин, Юми. А давай проверим, а? Ох, вам бы лишь бы все уничтожить. Хорошо, давайте я отрежу только донышки. Нам же нужно будет как-то это потом в ресторан ваш поставить. Почему коричневый и кофе внутри белый, а желтый внутри желтый? Я этого не понимаю. Ладно, прицеплю донышки обратно к ним. Фу, ну наконец-то мы закончили. У нас получился просто отличный антистрессный ресторан для инопланетян. Чего тут только нет. Будет, чем пришельцам полакомиться. Самая сумасшедшая идея в моей жизни. Мы надеемся, что ребятам нашим понравилось. Да, а теперь идите смотрите новые видео на других наших каналах. На Magic Family и на Анином канале. Где ссылки? Ага, ссылки в описании. Завтра начнем распаковку миллионов слаймов. О, господи. Пока!